Как сделать прическу самому себе быстро в домашних условиях? Прическа – способ самовыражения и возможность подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Сделать красивую, модную и эффектную прическу, конечно же, смогут искусные мастера в салонах красоты. Но стоит ли тратить огромные суммы денег на то, что вполне возможно выполнить собственноручно в домашних условиях? Вариации причесок и мастер-классов в наши дни превелико и множество. Невероятное количество идей можно подчеркнуть для себя, сидя перед экраном компьютера. Каждый день можно причесывать волосы необычным способом и выделяться из толпы необычным образом. Фото и видео советы открывают секреты разнообразных причесок, которые могут быть выполнены на волосах разной длины. Все, что необходимо будет для этого – наличие зеркала, расчесок, заколок и резинок. Не расстраивайтесь, если первые попытки будут неумелыми и неаккуратными. Со временем вы научитесь создавать за секунды буквально шедевры, а все знакомые будут просить приложить руку и к их волосам. Как сделать прическу самой себе на короткие волосы? Короткие волосы – площадка для самых простых и быстрых причесок. Чаще всего женщины стригут волосы именно по этой причине, времени нет, а выглядеть хорошо хочется всегда. Существует и несколько выигрышных причесок с короткими волосами, которые в данный момент очень популярны. Прическа в греческом стиле на короткие волосы не стоит считать, что подобную прическу реально создать только на длинной пышной шевелюре. Если вы обладательница волос длинной от 10 сантиметров, вы можете изменить свой образ с помощью данного стиля. Для создания этой прически вам понадобится ободок или обруч, плойка или утяжок, заколки, невидимки, средства для укладки. Дело в том, что греческая прическа предполагает наличие локонов. Поэтому даже если у вас не длинные, а короткие волосы, постарайтесь максимально придать им объем. Стоит забыть о начосах, так как они превратят вашу голову в эдуванчик, а в данном случае нужно добиться эффекта естественной волны. Если волосы позволяют, соберите их на макушке и закрепите невидимками. Оденьте специальную резинку или ободок на голову. Если у вас есть челка, выпустите ее вперед и тоже завейте плойкой. Финальным аккордом будет легкое испутывание и взлохмачивание волос. Закрепите волосы лаком, если боитесь потерять объем в течение дня. Прическа – творческий беспорядок. На короткие волосы все больше популярности набирают прически и стрижки в стиле пикси. Это образ немного растрепанных и взбаламученных ветром волос. Для создания подобного стиля вам понадобится утюжок для волос. Средство для укладки невидимки сделать такую прическу. Очень просто. На вымытые, но не до конца высушенные волосы нанесите мусс и распределите руками по всем волосам. Без расчески высушите волосы от затылка вперед. Руками и пальцами причешите волосы, немного растрепав их на макушке и челку. Зафиксируйте лаком. Прическа в стиле ретро на короткие волосы – все новое, это хорошо забытое старое. Так говорят современные модницы, когда даже с короткими волосами умудряются сотворить нечто грандиозное. Для создания прически в ретро-стиле вам понадобятся широкие пластиковые ободки, косынки или платки для волос невидимки. Средство для укладки и утяжок. Прическа в ретро-стиле предполагает укладку с гладкими, либо завитыми волосами. Широкий пластиковый ободок должен четко отделять челку от основных локонов. Волосы должны быть идеально ровными и зачесанные назад. Вариант завязывания волос платком очень популярен. Особенность этой прически – узелок завязывается спереди, а не сзади. Можно оставить уголки платка торчащими, как ушки. Челку – важный атрибут прически. Как сделать легкую прическу самой себе на средние волосы? Средние волосы дают большую свободу действий и полет фантазии. На волосах средней длины можно экспериментировать с локонами и всевозможными хвостами. Элегантный хвост для прически средней длины. Эта прическа обладает невероятным шармом и простотой одновременно. Весь акцент делается на объемных, струящихся лесенкой волосах. Расчешите волосы, придавая объему корней. Завяжите в хвост и затяните его вверх отдельной прядью. Обкрутите резинку на волосах. Зафиксируйте результат прическа. Романтический пучок на средние волосы. Эту прическу можно сделать за 15 минут. Вам понадобится резинка, плойка, невидимки или шпильки. Средства для фиксации волосы делим на две части – на затылке и на макушке. Затылочную час собираем в пучок. Остальные волосы завиваем на плойке и с помощью закола прикрепляем к пучку. Фиксируем лаком. Прическа на средние волосы. Корзинка. Чтобы сделать такую прическу нужно иметь определенные навыки плетения. Косичек придайте. Волосам объема. Завив их в окон и плойкой. Челку и височные пряди заплетите в косу. Закрепите невидимкой. Основные волосы завяжите. В хвост и скрутите пучок. Шпильками скрепите боковые косы и пучок на затылке прически на длинные волосы в домашних условиях. С длинными волосами всегда можно экспериментировать и создавать самые яркие и необычные прически. Настоящий сезон диктует моду на ретро-прически, сделанные собственноручно и в домашних условиях. Прическа на длинные волосы в стиле «Тиффани». Тщательно расчешите волосы и выровняйте утюжком. Завяжите не тугой хвост. Проденьте волосы под резинкой от затылочной части к макушке. Зафиксируйте пучок заколками. Спрячьте кончики под пучком. Прическа «Скорпион». Для каждого дня заплетите волосы в колосок. Начиная от макушки, сделайте косу более объемной. Вытягивая из нее пряди, скрутите кончик косы в пучок. Зафиксируйте пучок шпилькой. Выпустите пару прядок чулки на лоб. Прическа «Романтический бантик» за 5 минут справа и слева. На височной части выберите по густой прядке, свяжите прядки. На затылке резинкой, чтобы получился небольшой пучок, разделите пучок на две половинки. Две половинки пучка связываются прядкой. Посредине, чтобы получился бантик, сделать прическу самой себе с челкой. Челка – модный атрибут нового сезона. Стрижки с челкой способны придавать обладательнице игривый вид и омолаживать визуально лицо. Красивую прическу с челкой можно сделать за 10 минут. Если у вас равна густая челка, постарайтесь выделить ее, связав и подняв высоко волосы. Женщинам, что носят челки, можно носить прическу «Бабета», где волосы собраны на макушке специальной резинкой или заколкой. Как сделать себе греческую прическу? Греческая прическа – это собранные волосы на макушке, зафиксированные на макушке и декорированные лентой, ободком или цепочкой. Греческая прическа идет абсолютно любому типу лица и прекрасно смотрится как во вседневной жизни, так и в торжественных случаях. Как сделать прическу самой себе пошаговое фото? Если впереди важное мероприятие, прекрасным украшением вашему образу будет элегантная прическа с поднятыми волосами. Разделите волосы горизонтально на три части, переднюю часть заколите, чтобы она вам не мешала, среднюю часть скрутите в пучок. И зафиксируйте, начешите у корней волосы передней части и наложите их сверху пучка, закрепите волосы, придав им эстетический вид. Вид соберите выпрямленные волосы в хвост на макушке, свяжите из волос петлю, разделите петлю на две половинки, перевяжите петлю посредине оставшимся хвостом. Зафиксируйте результат быстрой прически на каждый день своими руками. Легкую стильную прическу можно сделать очень быстро из длинных волос. Волосы завязываются в хвост на затылке и путем прокручивания прядей вовнутрь создаются необычные завитки, придающие оригинальность прически. Хорошо выглядит прическа, украшенная косами. Все, что вам необходимо сделать, зафиксировать косы в удобном вам положении. Как сделать себе прическу в школу? Школьная прическа предполагает собранные волосы, которые не будут мешать ей отвлекать внимание в процессе учебы. Не стоит предполагать, что если волос завязан, это некрасиво и скучно. Современные варианты причесок удивляют своей неповторимостью и аккуратностью.